Каждый день мы получаем огромное количество вопросов от вас об эпоксидной смоле и мы решили собрать их всех в одном видео и дать наглядный ответ. Работать мы будем как всегда со смолой из линейки ArtCrab от компании Ekovano, поэтому сразу разделим эти смолы по их назначению и характеристикам. Начнем со смолы ArtEco. Она состоит из двух компонентов. Компонент А это смола и компонент Б это отвердитель. Эту смолу рекомендуют использовать при заливке 3D-полов, создании украшений, бижутерии, предметов декора, а также мебели с различными наполнителями и без. Оцените прозрачность этой смолы. Мы поместили осколок стекла в смолу и он практически слился со смолой. Максимальный слой для этой смолы не более 7 мм и время высыхания в сутки. Базовое важное правило при работе с эпоксидной смолой это работать при комнатной температуре примерно 22 градуса в сухом помещении и обязательно защищать органы дыхания. Перед заливкой обязательно обработайте форму разделительным воском. Это необходимо для того, чтобы мы потом смогли свободно отделить форму от смолы после застывания. Мы с удовольствием используем очень удобный аэрозольный воск-разделитель от компании Ekovano. Воск мы просто распыляем, не растираем. Чтобы смола не протекла на стыках, стыки обязательно обработайте универсальным силиконовым герметиком и ни в коем случае не используйте для этого пластилин или скотч. В этом случае смола обязательно протечет. Самое важное правило при работе с эпоксидными смолами это точность в пропорциях при замешивании компонентов. Именно на этом этапе не родилось множество шедевров у мастеров. В пропорции смешивания ArtEco 100 к 60, то есть на 100 грамм смолы нам потребуется 60 грамм отвердителя. Если пропорции будут нарушены, то смола может не затвердеть, ну а если она все-таки затвердеет, то со временем она может пожелтеть. Строго соблюдайте пропорции. А сейчас мы покажем вам, почему закипает эпоксидная смола. Мы взяли 500 грамм смолы и 300 грамм отвердителя для эксперимента. Мы заливаем смолу в емкость слоем 3-4 сантиметра и через 15 минут она нагревается до такой степени, что вы легко сможете приготовить вкусный и полезный завтрак. Во время смешивания большого объема, например 15-20 кг состава, смола не закипит. Она начнет кипеть примерно через 15-20 минут в процессе отверждения. В данном случае смола закипела из-за толстого слоя. В процессе кипения смола очень быстро твердеет, деформируется, пузырится и желтеет. Из чего следует вывод? Если на этикетке производителя указано слой не более 7 мм, не экспериментируем с 3-4 сантиметрами, а заливаем строго слой не более 7 мм. Если заливать какой-либо материал, например стекло, дерево или камни, то слой заливки может быть толще, потому что объем смолы уменьшится и тепло от реакции будет повыщаться этими материалами. Сейчас мы взяли тот же объем смолы и залили стекло таким же слоем. Смола немного нагрелась, но не закипела. Но мы все-таки настоятельно рекомендуем не превышать рекомендованный производителем слой, чтобы вам потом просто не пришлось выбрасывать свое изделие, особенно если у вас мало опыта в этом вопросе. Смолу ArtEco также можно заливать послойно. Каждый слой заливается после отверждения предыдущего. И поверхность между заливками слоев мы обязательно защищаем от пыли. Видны ли переходы между слоями? Да, переходы видны, но только если смотреть в торец под прямым углом. Под другими углами слоев не видно. Ну а сейчас поговорим о наполевшем, о пузырьках. При смешивании смолы образуется огромное количество пузырьков воздуха, но это не страшно, потому что они выйдут самостоятельно, примерно через 10-15 минут после заливки. Чтобы избавиться от пузырьков с поверхности смолы, мы используем корректор от компании EcoVanna. Его мы наносим сразу после заливки. Работать с ним очень удобно и безопасно, в отличие от фена или газовой горелки. Феном можно нагнать пыли на поверхность смолы, ну а газовой горелкой можно просто перегреть смолу, особенно если у вас мало опыта. Очень много пузырьков выделяется непосредственно из материала, который вы заливаете, и этот воздух будет выходить до самого последнего момента застывания смолы. И сейчас мы вам покажем, как это выглядит. В одну форму мы поместили дуб, который мы не обрабатывали лаком, а во вторую форму мы поместили кусочки дуба, которые предварительно обработали двумя слоями лака. Необходимо дождаться полного высыхания лака. Заливаем дерево смолой, и после отверждения мы реально видим разницу. В форме, где дерево мы не обрабатывали лаком, смола не просто запузырилась, она вспенилась. А в форме, где кусочки дерева обработали лаком, практически нету ни одного пузырька. Поэтому перед заливкой смолой любой материал пористый мы рекомендуем обработать лаком. Смолу ArtEco вы также можете использовать для создания потрясающей красоты картин. Для этого вам понадобится немного эпоксидной смолы, красители на ваш вкус, и вам даже не понадобится фантазия, потому что смола сама создает уникальный красивый рисунок. У компании Ecovanna, кстати, на этот случай, есть потрясающий набор для рисования эпоксидной смолы, который называется Lira. Очень важный момент. Красители для смолы ArtEco и ArtMassive разные в силу различного химического состава. Поэтому обязательно учитывайте это при покупке смолы и красителей. Если вы решили сделать стол или вам необходим большой слой смолы, то лучшим решением в этом случае будет смола ArtMassive. Она избавит вас от проблемы закипания, потому что ее легко можно заливать слоем до 6 см, и она не закипит и не нагреется. Эту смолу специально разработали для изготовления столешниц. Этой смолой вы также можете заливать различные материалы, дерево, стекло, камни и другие. Время высыхания этой смолы 7 суток. ArtMassive также состоит из двух компонентов смолы и отвердителя. Пропорции смешивания данной смолы 100 к 35,2. То есть на 100 грамм смолы нам понадобится 35,2 грамма отвердителя. Для примера мы смешиваем 1 килограмм смолы и 352 грамма отвердителя. При смешивании образуется большое количество пузырьков, но это не страшно, потому что они выйдут самостоятельно из смолы через 10-15 минут после заливки. В течение 3 дней нужно проверять смолу на предмет образования пузырьков. Если вы заливали пористый материал, например, дерево, то из него может выходить воздух. И в течение 2-3 дней вы спокойно можете избавиться от них при помощи газовой горелки, потому что корректор уже использовать нельзя. Если вы заливаете древесину по кусочке дерева, перед заливкой необходимо приклеить к форме. Для этого мы, например, используем обычный клей-момент. Ну а если вам позволяет время, вы можете залить тонкий слой смолы, который зафиксирует дерево и не даст ему всплыть. После застывания смола выглядит идеально, без каких-либо дефектов. Для столешниц лучшей смолы, чем арт-массив, не найти. Царапается ли эпоксидная смола и остаются на ней следы от горячих кружек или вообще чайника? В чистом виде смола, конечно же, царапается и легко на ней остаются следы. Поэтому любую смолу необходимо защищать лаком. И уже от качества лака будет зависеть степень износостойкости вашего изделия. И мы вас очень просим, пожалуйста, не ставьте горячие чайники на лакированные столы. Помните, если вы заливаете какой-либо материал, то после застывания поверхность смолы не будет идеально ровной. Это видно на нашем примере со стеклом. Смола повторяет форму заливаемого материала, поэтому после застывания ее обязательно необходимо фрезеровать, шлифовать и полировать. Шлифовать смолу необходимо наждачной бумагой с зерном от 320 до 2000. После этого она полируется абразивными пастами до глянца. И помните, процесс полировки очень трудоемкий и длительный процесс, поэтому сразу настраивайте себя без труда, не вытащивши рыбки из пруда. После полировки обязательно вымываем тщательно поверхность смолы средством для мытья стекол. Тщательно насухо вытираем и после всего этого наносим лак в 2-3 слоя. Алкидные лаки из строительного магазина дают заметный желтый оттенок смоле, поэтому мы не рискуем и используем защитный лак от Экованы. У него очень высокая устойчивость к истиранию и выдерживает температуру до 400 градусов. И самое главное, этот лак специально разработан для эпоксидных смол. Очень часто в комментариях возникают споры на тему вредности смолы. Эпоксидные смолы из линейки Artcraft от компании Экованы специально разработаны для бытового применения. После застывания смола не имеет летучих веществ, поэтому совершенно безопасна для вашего здоровья. Но при этом учитывайте, что есть различные смолы различных производителей с различным химическим составом, которые, возможно, могут быть вредны для вашего здоровья. Но мы уверенно можем говорить о смоле компании Экованы, потому что она имеет все сертификаты и поставляет свой продукт за рубеж. Не надо бояться работать с эпоксидной смолой. Ошибки, то есть опыт, неизбежны. Мы сами до сих пор ошибаемся. Чтобы минимизировать финансовые потери или негативные эмоции, перед тем, как приступить к более масштабным работам, набейте лучше руку на мелких образцах. Эпоксидная смола имеет огромный ресурс для творческого выражения, начиная от формы изделий и заканчивая наполнителем смолы. Попробовав один раз, вы уже не остановитесь. А в конце, по многочисленным просьбам, мы покажем жизнь наших перцев в эпоксидной смоле. Их мы заливали в феврале. И вот сейчас смотрите на результат. Вот, заливали в феврале. Прошло уже полгода, наверное, где-то, да? Ну да, примерно. Ну, около полгода. Вот мы видим, что перец не изменился практически вообще. То есть, какой он был изначально, мы его заливали, такой он и остался. Это 100%. Мы его вынесли на траву, чтобы, ну, как бы, понятно было, что мы его не снимали в одно и то же время, когда заливали. То есть, сделали зимой, а сейчас уже середина лета. В общем-то, эксперимент с перцами удался, 100%. Можно спокойно брать какие-то интересные фрукты, овощи. Однозначно экспериментировать на маленьких образцах. Сами видите, что перцы, ну, они просто потрясающе выглядят. В линзе все красиво, модно. Ну, в общем, все. Тогда мы сейчас его относим обратно там в комнату, он у нас стоит. На него каждый день смотрим, что с ним происходит. Проверяем. И теперь уже... Это наш муравейник. Да, и теперь уже до новых встреч с ним через год. Заказать смолу и другие продукты от компании Кована вы можете по ссылке в описании к этому видео. Это видео вряд ли оградит вас от ваших ошибок, но поможет избежать основных. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть. Подписывайтесь на наш канал.